Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души» и ее ведущий Александр Штан. У нас в гостях Василий Николаевич Половинко, магистр богословия в области молодежного служения, а также пастор церкви. Здравствуйте, Василий! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о теме, которая волнует больше Запад, чем нашу страну, но все равно это тема этическая. Это тема нестандартной ориентации сексуальной. Это проблемы, которые могут возникнуть с любым человеком. В принципе, никто не застрахован от встречи с этим событием. И даже люди, женатые иногда, уже будучи в семье, понимают, что они не получают того, что хотели бы, потому что они другой ориентации. Сегодня мы хотели бы разобраться, в чем же проблема, как на это смотрит Библия и какие путевыходы мы могли бы предложить людям, которые встретились с этой трудностью. Первый вопрос бы я задал так. Что такое гомосексуализм в своей сути? Из чего он состоит? То есть почему это большая проблема? Начать тему все-таки стоит сначала с определения данного термина. И здесь определение очень лаконичное, но, в принципе, полное в своем понимании. Гомосексуализм – это сексуальное отношение между людьми одного пола. И преследует собой цель – это удовлетворение своих сексуальных потребностей. И только? Ну, в принципе, по сути дела, зачастую именно данный момент, он выражается в том, что, по крайней мере, первая мысль или первая мысль на данном этапе, на данной стадии, люди в таком формате мыслят, что меня лучше понимает человек, у которого такой же пол, как и у меня, если мы одного пола. Ну, я не думал, что нужно все сводить только к сексу. Дело в том, что гомосексуализм, по своей сути, это одна из стадий или одна из сторон человеческого личности. То есть он развивает в себе эту сторону. Тот же самый двуликий Янус, который смотрит в ту и ту сторону. То есть это Бог был такой, который смотрел в прошлое, в будущее. И человек, который однополый, он также смотрит из одной точки в разные стороны. То есть если мы говорим о отношениях мужчин и женщин, они из двух точек. Смотрят друг на друга и два разных совершенно мира. Некоторые говорят, из Марса и из Венеры мы люди. Совершенно друг друга не понимаем. То эти и просто сыны планеты, они друг друга понимают, они открываются друг к другу. И, по сути, если мы посмотрим на многих великих людей мира, начиная с того же Платона и Чайковский, Фредди Меркьюри и так далее, и так далее, и так далее. Это люди, которые отказались от отношений с женщинами и получили свободу в этом. Я понимаю Ваш пример и Ваш вопрос. Когда мы говорим о Священном Писании, о Библии, то Господь нам говорит однозначную мысль. О том, что большинство людей, по большому счету, к сожалению, не всегда выбирает именно правильный путь. Если мы говорим о том, что как следует большинство, то, в принципе, может быть, не всегда это будет именно тот точный пункт, по которому нам следует направление, по которому следует идти. Что касается библейской позиции данного вопроса, то Священное Писание Слово Божие говорит по этому поводу однозначно. Еще в Ветхом Завете мы читаем в книге Левит такие слова. 18 глава книги Левит, стик 22. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. Четко ясно, Библия называет гомосексуальные отношения грехом. Когда мы говорим сейчас именно об отношениях между людьми одного пола, то, в принципе, есть люди, которых мы называем как в социальном формате их отношения к друзья. Это мужчина и его друг тоже мужчина. Они понимают друг друга, они, возможно, какие-то проекты совершают, какое-то дело. Они доверяют какие-то, так скажем, вещи друг другу, допустим, что-то по производству по своему. Но, тем не менее, их отношения никто не называет гомосексуальными. Потому что именно если их отношения на этапе дружбы уже переходят в плоскость, скажем, сексуальных отношений, тогда уже это мы называем гомосексуализм. Поэтому, что касается того, что обязательно нужно быть гомосексуалистом, чтобы понимать другого человека, ну, я думаю, что все-таки это неверно, если мы так именно будем подходить к данному вопросу. Дело в том, что считается, что человек, который идет против общей традиции, когда мужчина и женщина ищут себе партнеров, то они освобождаются от чего-то. То есть они привлекают что-то новое качественно. И, в принципе, это пропагандируется. И в этом находят какую-то даже красоту. И это многих совращает. То есть многие люди, как эксперимент, представляют себе возможность попробовать и такой вариант. Потому что этот вариант достаточно симпатичен. Это я говорю не только о мужчинах, и о женщинах. Что касается того, чтобы попробовать, мы практически в каждой нашей теме, в которой мы затрагиваем сферу отношений, мы говорим о том, что Библия и сам Господь призывают нас к тому, чтобы мы были ответственными в своих отношениях, чтобы мы имели чуткие принципы, по которым мы живем. И когда вот это общество, этот социум, в который мы вращаемся, сегодня предлагает, возможно, новые идеи, новые стандарты, говорят, в этом ничего нет плохого, ты попробуй. Вот. Понимаете, если у нас нет четкой позиции, которая предлагает нам Слово Божие, и Бог видит, что, чем заканчиваются данные пробы людей, к чему они могут привести. И мы видим о том, что практически вот каждая эта ситуация, она разрушительна для этого человека, если он не успевает вовремя остановиться, еще на ранних этапах, когда это вот пошел процесс у него. То есть пойти процесс может в любом случае, у любого здорового человека, он может подумать о том, что этот вариант возможен. У каждого человека есть свобода выбора, и каждый человек, который живет, Бог ему предложил эту свободу. Но самое важное, самое главное, нет греха в том, что я могу подумать об этом. Грех появляется дальше, когда я начинаю вот эти мысли, которые у меня возникают, возможно, в голове, я их начинаю, скажем, анализировать, начинаю их, так скажем, возможно, обрабатывать, и как-то в них начинаю уже постепенно утопать. И в конечном итоге, конечно, рано или поздно эти мысли я пожелаю превратить в практику, именно, так скажем, участвовать в данном действии. То есть, если мы льем воду, она найдет щель, в которой просочится. Именно так, совершенно верно. У меня другой вопрос. Еще есть, как вы считаете, склонность к гомосексуальным отношениям, она врожденная или приобретенная вещь? Интересный момент. Некоторые считают, что на самом деле, вот мысль о гомосексуальных отношениях, она уже как бы является греховной. Мы знаем о том, что сам Христос, когда читаем Евангелие, он был искушаем. Но Библия говорит нам о том, что он не был искушен. Когда мы сейчас говорим о том, что врожденное это или это становится приобретенным, то нужно понимать, что гомосексуализм – это именно проявление поведения, поведенческого состояния человека, которое он совершает, действует, и оно становится некой привычкой, и его уже превращение его как личности в это. Каковы эти причины того, что человек вступает на этот путь? Да, очень уместный вопрос, очень точный вопрос, потому что многие из тех людей, которые, возможно, оказались на этой тропе, опасной тропе, скользкой тропе, не всегда понимают, или, может быть, не успели вовремя остановиться, чтобы не пойти этим путем. Причины, их несколько причин. Одна из главных причин в данном действии, в данном пути – это когда человек имеет дефицит внимания. То есть со стороны, возможно, родителей, либо тех людей, с кем он имеет общение. На одной из тем мы говорили об отчужденности. То есть когда человек имеет вот этот вот недостаток, понимание в этом социуме своем, и получает, что он готов к следующему шагу переступить. Когда следующая причина, что он видит, что не разделяется чувство его, возможно, эмоции, вот эти мысли. И в конечном итоге это все приводит его к решению, решению встать на этот путь. По крайней мере, изначально попробовать его, всячески оправдывая эти действия. Как вы относитесь к такому один раз еще и так далее? То есть можно попробовать, а потом вернуться? Сегодня мы читаем в Священном Писании, в Слове Божьем о том, что есть противник у Бога, дьявол, который говорит человеку, ничего страшного не будет, попробуй. То же самое дьявол сказал Еве, когда в Едемском саду предложил ей вкусить от дерева познания добра и зла. Но в итоге мы видим, что когда мы протягиваем хотя бы палец дьяволу, сатане, в его обольщениях, в его искушениях, то мы должны понимать, что этим он не закончит. Этим дело не закончится, на этом он не остановится. В конечном итоге мы окажемся на дне разбитого вот такого сосуда, где мы будем чувствовать отвращение к самим себе. Потому что мы встали на этот скользкий путь и в момент оказались уже на обочине этого пути. Что делать людям, которые в силу обстоятельств или в силу ошибочного своего представления, или в силу насилия, или в силу подкупа, или в силу соблазнения оказались в ситуации, когда они испытали этот опыт? Теперь они переживают по этому поводу, в принципе не хотят, чтобы этот опыт был в их памяти даже. Что мы можем сказать людям с библейской точки зрения, или с христианской точки зрения, которые этот опыт пережили и в принципе отвергают его? Очень важно как раз таки помочь восстановиться этим людям. Конечно, многие сегодня люди не видят выхода в данной ситуации, и они считают, что путь, на который они встали, это путь, который они теперь должны пройти до конца. Но самое интересное, это то, что находим мы в Слове Божьем, когда Господь говорит, что всякую вашу проблему, вашу нужду, ваше беспокойство я помогу вам разрешить. И даже вот на таком фоне, казалось бы, очень сложно на котором какие-то перемены совершить или сделать. Это возможно. И надежда есть. Надежда есть у каждого человека. Приходя в церковь, приходя к Богу, Господь дает эту надежду. Первый момент, что необходимо сделать этому человеку, это осознать свою нужду именно в Боге, который может позаботиться о восполнении всех наших потребностей. Второй момент, это необходимо осознать, что путь, на котором он стоит, на самом деле путь ошибочный, и путь, который не приведет человека к спасению, не приведет его в итоге, не сделает его счастливым. И это мысль, которая также подтверждается в Священном Писании у апостола Павла. Мы читаем ее. «Или вы не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни делослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники». И так далее. То есть, Священное Писание говорит о том, что даже если, может быть, и христианин пытается оправдать себя, свою сексуальную, возможно, ориентацию неправильную, нетрадиционную, тем, что Господь простит меня, и Господь меня примет от Нима, кое есть, Господь останавливает его на этом понимании. И он хочет его предостеречь от того, чтобы он смог остановить свою нужду во Христе, и возможность измениться. Также нужно... Человек может поменять свою поведенческую структуру, он может жениться, он может спать с женщиной, даже родить детей, и при этом он будет мучиться, но будет правильным человеком. Но в душе своей все равно останется человеком, для которого эти все вещи не возбуждают, и они как бы ему, в принципе, не интересны. Но так принято, он так живет. И для нас, для обычных зрителей этого всего, он будет очень даже успешным, нормальным человеком. И при этом он все равно будет, внутри себя он не изменится. И что теперь делать? Понимаете, здесь в Священном Писании сам Творец, тот, который создал человека, он знает те тонкости и те моменты, которые могут позволить человеку измениться. Если самое главное, человек увидит свою нужду в этом, если у человека есть желание поступать по воле Божьей, а не подбирать себе Бога, Которого бы устраивала его жизнь, его ценности, его взгляды, то тогда, конечно, здесь вопрос очень, так скажем, непростой. Но Библия говорит о том, что это возможно, возможно измениться. Если человек будет анализировать свои мысли, о чем он думает, что он смотрит, с кем он общается, и это с Божьей помощью реально. Если мы говорим, что это все приобретенное, то возможно и от этого можно избавиться. Если мы можем допустить мысль, что это какой-то дефект врожденный, то мы тогда должны вспомнить другую фразу из Библии, что барс не может изменить своих пятен. И человек не может изменить свою генную заданность. И тогда что ему делать? И следующий вопрос мой, как бы вдогонку, это если этот человек в церкви, он обратился к Богу, искренне верит, а внутри себя он не понимает, в чем трудность, потому что он такой, он таким был всегда, как сколько себя помнит. И есть ли такому человеку место в церкви? А что касается доброй надежды для такого человека, место в церкви всегда ему есть. Потому что Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Но Он говорил это фарисеям. Которые обременены текстом Писания, но вовсе не своими грехами и проблемами. Но сегодня Господь говорит, это не только и для тех, кто обременены текстом и Писанием, а также и тех, у которых есть реальные проблемы, груз, возможно в семьях, возможно, может быть, с поведением этого человека, его самого, с привычками, с наклонностями, и даже, в принципе, с сексуальной ориентацией, неправильной, нетрадиционной. Поэтому здесь очень важно о том, чтобы человек мог понимать, что самому сложно здесь что-то изменить, что-то переделать, да, самого себя. Но если ты доверяешь Богу, если ты молишься и просишь Бога об этом, и ты стараешься окружение свое, мысли свои привести в порядок, вот, то, что ты читаешь, то, что ты смотришь, если ты начинаешь отслеживать, чтобы не допускать всего того, что тебя разрушает, вот в этом направлении, то это возможно, это реально. Как можно помочь людям, при встрече с которыми мы узнаем, что они подвержены этому греху? Самая главная помощь, которая необходимо людям осознать, она находится у Творца. Мы читаем в Священном Санкт-Петербурге такие слова, «Приходящего ко мне не сгоню вон». Господь ждет каждого человека, и даже такого, который имеет такую нетрадиционную ориентацию. Но также важно понимать и само участие этого человека. То есть необходимо понять, что толкает, что провоцирует его на такие действия. Необходимо контролировать свои чувства и эмоции в негативном плане, в негативном отношении. Но также одно из самых важных, нужно приобрести, возможно, или восстановить новое «я», новое, так скажем, такой вот социум, который человек может представить, или в котором он может выразиться по-другому, по-новому. Спасибо огромное. В эфире была программа «Контрасты души». Я ведущий Александр Штон и гость нашей программы, пастор церкви, магистр богословия Василий Половинко. Всего хорошего вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин